Мои братья и сестры, я хочу, чтобы вы осознали, и я надеюсь, что сможем осознать, что мы живем в очень, очень критический период истории Земли. Сцена готовится. Мы видим то, что очень легко можно определить, как очередную мировую войну. Конфликт разгорается по всему миру. И его влияние распространяется на другие страны. Мы не знаем, как скоро эта волна захлестнет всех. Мы не знаем, когда, но мы знаем, что это произойдет. Одно мы знаем точно, и это должно нас беспокоить. Существует связь между тем, что мы видим в мире, и тем, что в это время должен делать Божий народ. У нас есть задача, у нас есть миссия, у нас есть торжественная ответственность. И еще кое-что, о чем мы знаем, но о чем нам не говорят, это то, что США участвует в этом конфликте. Если посмотреть на книгу Откровения 13-17 главы, то можно увидеть, что эта страна будет вовлечена практически во все, что происходит в этом мире. И мы не должны этому удивляться. Мы увидим это буквально через несколько минут. Мы увидим это. Но позвольте мне прочитать вам то, о чем нас предупреждали. Более ста лет назад нас предупреждали. И там говорится, мы приближаемся к кризису. Послушайте, мои братья и сестры, этот кризис, не то чтобы он еще не наступил. Этот кризис уже наступил, и мы видим его этапы. Мы видим начало этого кризиса. И что же это за кризис? Это такой кризис, какого не было ни разу с начала существования мира. Так что да, кризис наступает. Но обратите внимание, что еще должно произойти. Читаем дальше. И который, в отличие от всех предыдущих, потребует от людей, называющих себя именем Христа, полного посвящения Ему. Послушайте, нельзя разделять то, что происходит в этом мире, и тот опыт, который должен приобрести народ Божий, чтобы подготовиться к этому кризису. Они связаны между собой. Нельзя отрицать, что происходящее в мире отражает то, что должен делать Божий народ, реагируя на эту ситуацию. Теперь подчеркнем слово «требовать». Этот кризис требует... А что означает слово «требует»? Это как бы приказ, но это не приказ. Требование — это ультиматум, как будто это последняя возможность, которая у вас есть. Это последний призыв. И если он будет отвергнут, если вы отвергнете последнее предложение, которое Бог дает вам, чтобы подготовиться к посвящению своей жизни, то это повлечет за собой последствия. И не знаю, мы выделяем это слово «требование». Это ультиматум, это последнее приглашение, потому что Бог дает его нам. Это Бог требует этого. И, к сожалению, во многих проповедях, которые мы слышим сегодня, никому не предъявляется никаких требований. Нет призывов к самопожертвованию, нет призыва внести крест, отвергать себя, чтобы быть готовым. Ничего не надо делать. Продолжайте быть такими, как и вы есть. К сожалению, во многих посланиях, которые мы слышим, я не говорю об этой церкви, во всем мире нет срочности. Нет срочности. И нет призыва увидеть, что происходит в нашем мире и подчеркнуть, что если кто во Христе, то Он новое творение. Мы должны иметь этот опыт. Все должно пройти. Послушайте, все вещи на этой земле пройдут. Все, что мы видим, придет к концу. Все пройдет. Нам сказано о 2-м послании Коринфянам 5.17. И вот, все станет новым. Послушайте, не только новая земля и новые небеса. Нам лучше иметь тот новый опыт, который Библия называет возрождением. И какое должно быть освящение, полное освящение. Братья и сестры, что в нашей жизни мы не отдали Богу? Все значит все, да? Бог хочет всего. Разве Он не отдал все? Разве это не пример? Когда Он дал Своего Сына, Он отдал все, что у Него было. Он полностью посвятил Его, чтобы спасти наши души. И вот такой пример. От чего в нашей жизни мы не отказались, не уступили? Знаете, есть такая песня. «Я сдаюсь весь». Неужели нам петь эту песнь? Братья, нужно ли нам петь эту песнь? Мы должны полностью сдаться, полностью посвятить себя. Послушайте, что-то меньше этого, и вы не готовы к грядущему кризису. Вы хотите, чтобы Бог вмешался? Вы хотите, чтобы Бог явил себя? Вы хотите, чтобы Бог спасал нас в трудные времена? Знаете, есть кое-что, что нам лучше делать, и нам лучше развиваться. Все, что меньше этого, не будет достаточным. Это служители Евангелии. Была цитата, вот еще одна, в 8-м том свидетельств для церкви. Мы читали эти высказывания, мы знали об этих утверждениях. Буря приближается. Братья, она здесь, она началась. Мы говорили о буре. Мои братья и сестры, мы говорили о великой мировой войне, которая поглотит все. Мы перейдем к этому через секунду. Я хочу показать вам некоторые вещи, но мы должны заложить фундамент. Нет смысла показывать вам кризис, если мы не знаем, чего Бог ожидает от нас в данный момент. У нас есть текущий долг, который мы должны выполнить. Послушайте, надвигается буря, неумолимая в своей ярости, безжалостная в своей ярости. Готовы ли мы встретить ее? Я не знаю. Готовы ли мы к встрече с ней? Мои братья и сестры, я не знаю. Есть надежда? Да. Есть работа по подготовке? Да. Мы можем быть готовы. Мы должны быть готовы. Далее он говорит, «Мы не должны говорить о опасности. Последние дни скоро обрушатся на нас». Помните, как Павел говорит? «В последние дни наступят времена тяжкие». Помните это высказывание? Вы знаете Писание? Мы не можем сказать, что они наступают. Они уже здесь. Они уже пришли. Они уже пришли. Это было почти сто лет назад написано. Братья и сестры, насколько более насущным должно быть послание к церкви, чтобы она поднималась, сияла и жила опытом посвящения, преданности, самоотдачи, самопожертвования. Это значит, что ради спасения душ мы должны делать то, что может быть не самым лучшим образом отразится на нас. Послушайте, разве это не крест? Разве Иисус не испытывал определенного дискомфорта, придя на эту землю и отдав свою жизнь за нас? Да, но готов ли Он был теперь ради того, чтобы увидеть спасенные души? Да, мои братья и сестры. Так что да. Это уже здесь. И что нам нужно? Потому что опасности последних дней настигли нас, потому что дни наступили, потому что буря не просто приближается, она бушует. То, что же нам нужно? Вот что нам сказано. Мы нуждаемся сегодня, чтобы меч Господа проник в самую глубину нашего сердца, нашей души, плотских желаний, аппетита и страстей. Я скажу, что популярное послание Земли, мира, которое мы слышим сегодня, вам не нужно ничего делать. Нет, Бог все подготовит. Послушайте, мы ничего не должны делать, а затем наступит время в ликой спор, без какого никогда не было с тех пор, как существуют люди, и когда оно наступит, угадайте, что с нами будет? Если мы не будем искренними, как мы слышали в нашей детской истории, если мы не будем болеться об этой ситуации, я не говорю, чтобы вы беспокоились об этой ситуации, молитесь о ней. Нам сказано, что нам нужно. Для чего нам нужна освящающая истина Слова Божьего? Чтобы она проникла в самую глубину нашей души. Знаете, как говорит Иоанн Креститель, «Теперь действие направлено на корень проблемы, поэтому принесите плод, достойный покаяния». В чем заключалась эта весть? Он пытался подготовить их к встрече к Иисусу. Что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся помочь людям подготовиться к великому второму пришествию Господа. Насколько же актуальнее должна быть работа по отсечению плодских похотей? Только так мы можем подготовиться. Это то, что нам нужно сегодня, потому что буря не идет, и она не придет. Мы видим, что она уже здесь, мои братья и сестры. Она здесь. Теперь давайте обратимся к Библии. В послании Галатам, 2 глава, 20 стих, нам сказано, это не новая тема. Павел говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И та жизнь, в которой я теперь живу во плоти, я живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня». Разве это не хорошая жизнь? Вот это жизнь. Распятый со Христом, разве это не хорошая жизнь? Братья, это единственная жизнь, в которой должны жить верующие. Ученики Христа должны жить только такой жизнью. Если у нас нет такого опыта, братья, то знаем ли вы, что значит быть христианином и последователем Иисуса Христа? Нет. Если у нас нет этого опыта. Видите ли, Евангелие – это не просто история. И послушайте, это не видео. Евангелие – это не кино. Если вы смотрите кино, это не тот опыт, который Бог хочет, чтобы вы получили. Вот то, что Он хочет, чтобы вы имели. Вечное Евангелие – это то, что вы должны испытать в своей жизни. Оно должно быть реальным. Что-то должно произойти. Да, Иисус умер и был распят, но знаете что? Вы должны быть распяты вместе со Христом. Мы должны испытать это в своей жизни. И мы читаем. Читаем, уже читаем. Там говорится, «Мы нуждаемся сегодня, чтобы меч Господа проник в самую глубину нашего сердца, нашей души, плотских желаний, аппетита и страстей». Вот что должно быть распятое. Это то, что нам нужно. Что такое распятие? Это значит, что это конец чего-то. Распятие означает смерть. Это смертная казнь. Смерть за что? Давайте посмотрим Галатам, 5 глава, 17 стих. Эти стихи на экране. «Плоть желает противного духу». Вот здесь и кроется проблема. Вот почему что-то должно быть распятое. Вот почему что-то должно быть отсечено. Что-то должно закончиться, прийти к концу, потому что плоть находится в состоянии постоянной войны с Духом Божьим. А Дух против плоти. Мы читаем в послании Галатам, 5, 17. И они противоречат друг другу. Так что вы не можете делать то, чего хотели бы. Вы хотите знать, почему в нашей жизни нет больше Божьей силы? Вы хотите знать, почему дух ослабевает? Вы хотите знать, почему не наступил поздний дождь? Потому что поздний дождь, Святой Дух воюет против плоти. Они противоречат друг другу. Это неудержимый конфликт между плотью и Духом. И кто-то должен уйти. Невозможно, чтобы они оба работали, действовали и функционировали в нашей жизни. Один из них должен уйти. Один из них должен быть подавлен. Мы либо умерщаем и распинаем плоть, либо умерщиваем Святого Духа Божьего. Одно из этих двух должно уйти. Они не могут жить оба во мне. Либо Дух Божий будет жить во мне, либо мои плотские похоти будут господствовать в наших смертных телах. Люди никогда не смогут делать те, что Бог хочет, чтобы Он делал. Почему мы не можем заставить людей приходить на вингализацию? Почему мы не можем привлечь людей к миссионерской работе? Почему мы не можем заставить людей приходить в церковь? Есть конфликт. Это война. Дела плоти многочисленные. Послушайте, посмотрите на мир. Посмотрите новости. Посмотрите на разделение. Посмотрите на дух войны и ненависти. Дел плоти много, и они проявляются в наши дни. И эти грехи закроют вам доступ к Царству Божьему. Точно так же, как мир будет закрыт от Царства Божьего. Итак, мы находимся в затруднительном положении. Позвольте мне показать вам следующее. Мы находимся в состоянии конфликта. Мы находимся в состоянии войны. И послушайте, да, война идет там в Газии, в Украине. Да, война идет на Ближнем Востоке. Но знаете что? Она идет и здесь. Сейчас идет война за ваши души. Вы родились на поле боя. Так что мы либо живем для Духа, либо для плоти. И то, и другое невозможно. Нельзя служить Богу и Ваалу. Вы когда-нибудь слышали этот стих из ваших Библии? Вы не можете служить Богу и Ваалу. Вы когда-нибудь слышали это? Ну, Энди, это Ветхий Завет. А как насчет этого? Никто не может служить двум господам. Кто это сказал? Иисус. Вы не можете служить двум господам. Вы не можете сидеть на заборе. Это состояние лаудыкии. Они просто хотят сидеть на заборе. Они не хотят принимать решения ни для Бога, ни для мира. Они не могут принять решения. А как насчет этого? Избери себе ныне, кому ты будешь служить. Богу или плотским аппетитным, греховным желаниям, страстям и тому, что мы любим. Позвольте мне сказать вам, позвольте мне сказать вам, что Божий народ собирается делать в этом конфликте. Позвольте мне показать вам вот здесь, Галата 5.24, последняя часть. Вот что должна делать церковь Иисуса. Вот что должен делать ученик Иисуса. Здесь говорится, «И те, которые Христовы распяли плоть». Слава Господу! Они приняли решение. Последние дни у Бога будет народ, который будет отражать Его характер для всего мира. Не только словами, проповедуя Евангелие на словах, но и их жизнь также будет свидетельствовать о том, что они имеют опыт перед Владыкой Вселенной, перед Царем Царей. Те, кто во Христе, распяли плоть с перевязанностями и похотями. Видите, когда мы во Христе, это уже не вы, братья и сестры. Когда Христос господствует здесь, в этом храме, не ваши плотские аппетиты будут жить в вас. Нет, эти вещи будут распяты. Хорошая ли это новость, братья? Хорошая ли это новость? Да, это самая лучшая новость, которую мы когда-либо могли иметь. Потому что если мы пойдем, если мы возьмем свой крест, если мы последуем за Ним, понимаете, если мы претерпим из-за этого конфликта между добром и злом, если мы претерпим, то и прославимся вместе с Ним, когда Он придет на облаках небесных. У нас у всех есть греховные желания. Послушайте, они есть у каждого из нас. Но у нас есть выбор. У нас есть выбор, кому мы будем служить. У нас есть выбор, кому мы позволим царствовать в нашей жизни. И поэтому в первом послании Коринфяна 15 глава 31 стих апостол Павел дает свое свидетельство. Послушайте, он дал это свидетельство после того, как стал христианином, после того, как стал писать послание. Вы знаете, он написал больше, чем любой другой автор Библии. После того, как он объехал больше мест, чем любой другой миссионер, по крайней мере, до его времени. И вы знаете, что он был не просто пророком, который видел. Вы читаете во 2 Фессалоникийцам. Он видел конец, он видел пришествие Иисуса, он видел этот век нечестия, он видел человека, греха, и все, что Бог ему открыл. Но знаете, мне кажется, что он был взят до третьего неба, да? Вы читали это? Он был взят до третьего неба. Он видел то, что для нас недоступно. У него была связь, у него были отношения со Христом. И знаете, что? Даже после того, как он сделал эти вещи, его свидетельство говорит, «Я умираю». Как часто? Каждый день. Каждый день. Он решил позволить Христу жить и царствовать в Нем. Каждый день. Разве мы не можем сказать этого? А как насчет нас? Кто должен встретить такое великое время, какого никогда не было? Как насчет этих людей? Как вы думаете, через что они должны пройти? Как, по-вашему, они должны жить? Мои братья и сестры, то, что мы видим здесь, это призыв к Церкви Христовой, к обновленному посвящению наших сердец и наших жизней. Вот что мы видим здесь. Приготовьтесь встретить Бога своего, Израиль. Вы когда-нибудь читали это? Да, мы должны готовиться. Христос подчеркивает подготовку. Он проповедовал подготовку. Это Он призывает к работе по подготовке. Когда Он говорит, «Будьте готовы вы, ибо в такое время, о котором вы не думаете, придет Сын Человеческий, будьте готовы». Когда? В каждый момент нашей жизни. Подготовка к встрече с Богом, готовность к Второму пришествию Христа, предполагает очищение. Это очищение сердца, посвящение своей жизни Ему. Оно также предполагает отбрасывание греха. В книге пророка Исаия, 57 глава стих 20-21 говорится, «Они чесивые, подобные морю». Братья, разве это не точное описание того, что мы видим в этом поколении? Разве это не такая жизнь? Стоит ли такая жизнь того, чтобы жить ею? Нет, не стоит. Нет, не чесивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывает ил и грязь. Утопия не наступит, не в этой жизни. Пока жив дьявол, нет покоя, нет мира. Сказано, которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Послушайте, мир не обретется в проступках. Мир не обретается в тайне беззакония. Мир не может быть найден в человеке греха, который сейчас пытается принести мир всему миру. Нет, вы не можете найти там мир, когда полностью устаете против ясного учения Божьего, потому что дело плоти, противные Духу Божьему, это неустранимый конфликт. Дел плоти много, а мир и любовь и радость приходят тогда, когда плоть распята в нашей жизни. Тогда мы будем иметь мир. Читайте Римлян, 5 глава, стих 1. Пока у вас не будет этого опыта, вы не будете в мире со своим Творцом. На самом деле, когда мы читаем Писание, Псалом 118, 165 стих, мы читаем «Великий мир». Какой мир? Великий мир. А как насчет насчет великого мира? У кого у любящих закон Твой, и нет им преткновения? Можете ли вы себя это представить? Это тот, кто готов к трудным временам? Да. Иисус говорит, что в последние дни многие будут оскорблены, но это, но не эта группа людей, не те, кто любит закон. Почему? Послушайте, почему здесь говорится о том, кто любит Бога? Почему закон? Почему говорится о том, кто любит Бога? Потому что весь мир говорит, что любит Бога. Дьявол верит, что есть Бог, но он не любит его закон. Он не любит его слово. И нам сказано, послушайте, она сказана в Римлянам 13 глава, стихи 9-10. «Ибо заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Вот почему здесь говорится о законе. Бог не оставил за вами и право определять, что такое любовь. Нет, это не сентиментальность. Чтобы мир не называл любовью, ничего не получается. То, что Бог определяет, как любовь, означает, что мы будем относиться друг к другу с уважением и достоинством. Вот что это означает. Любовь. Итак, вы не будете воровать, не будете обманывать, не будете лгать, не будете делать все эти другие вещи. Не путайте сентиментальность с переживаниями, которые управляют тем, как я веду себя по отношению к каждому из вас. Это Бог сдерживает, контролирует, покоряет и изгоняет грешных, плотских, необращенных мужчин и женщин, которые хотят жить внутри нас. Это Бог. Божья благодать покоряет эти вещи. Когда мы проводим свою жизнь в гармонии с целями Бога, мы обретаем такой мир, который этот мир никогда не сможет постичь. Да, мир разрушается на части, но у нас есть мир. Да, внутри у нас мир. Мир, превосходящий всякое понимание. Это обетование в Слове Божьем. И теперь послушайте вот это. Это вышло 9 ноября. Мы уже подходим к концу. 9 ноября. militarytimes.com В нем говорится, что число американских военнослужащих, получивших ранения в результате так беспилотников возросло до 56-ти. Послушайте, позвольте мне спросить вас вот о чем. Когда эта администрация, когда ведущие СМИ, когда люди поймут, что США уже ввязались в эту войну. Мы уже в ней участвуем. Здесь говорится, что произошло 9 ноября после того, как в середине октября началась эскалация атак беспилотников на американские войска в Ираке и Сирии. Пентагон. Вот что сообщает Пентагон. Далее покажу вам, что говорит Пентагон. Пентагон сообщил, что в общей сложности 56 человек получили ранения, объявил пресс-секретарь. Обратите внимание, в период с 17 октября по 9 ноября. Послушайте, это даже не месяц прошел. Что произошло меньше, чем за месяц? Что произошло в этой стране? Люди спят. Что произошло в мире? Сколько раз американские и коалиционные силы подвергались нападениям? Сколько раз? 46 раз. Меньше, чем за месяц мы подверглись нападению 46 раз. Наши американские военные силы. Позвольте мне сказать, когда кто-то нападает на ваши войска 46 раз, менее, чем за месяц, что это значит? Мы не находимся в состоянии войны. Вот что это значит. Но у нас есть люди в Вашингтоне. Хорошо. Давайте скажем так. У нас там есть люди, которые не признаются и не скажут. Мы находимся в состоянии войны. Мои братья и сестры, но это так. Мы движемся вперед. Может, потому что это год выборов. Я не знаю. Может быть, так оно и есть. Но СМИ тоже не говорят нам правды. Хотя наши американские войска 46 раз попадали под обстрел в Сирии и Ираке. Что же говорит наша страна? Что говорит Пентагон? Вот что опубликовал Пентагон. Это тоже 9 ноября. Здесь говорится, что США нанесли удар по складу оружия противника в Сирии. Что мы сделали? Что вы сделаете? Ну, мы получили 46 ударов под США. По-моему, два раза. И вот на прошлой неделе нам сообщили, что 8 ноября американские вооруженные силы нанесли удар в порядке самообороны по объекту на востоке Сирии, используемому иранским корпусом стражи Исламской революции и связанными с ними группировками. Вы знаете, что афилированные группы это гораздо больше, чем просто Иран. Этот удар был нанесен двумя самолетами F-15 по складу оружия, сказал министр обороны. И что же произошло? Обратите внимание. Обратите внимание на это. Этот точный удар самороны является ответом на серию атак. Они признают. Они говорят, да, на нас напали. И мы отвечаем. Мы отвечаем. Вот склад оружия. Итак, братья и сестры, послушайте. Обратите внимание на то, что происходит на этой земле. Вы знаете, мы видели, что произошло на Украине. Мы видим, что происходит в Израиле и Газе. И вскоре после этого, вскоре после этого, это так называемый, давайте разберемся в языке, верно? Это так называемая стража исламской революции Ирана и связаны с ней группировки. Вот эта группа. Вот эта группа. Так их называет Министерство обороны. Эта группа. Они нападали на США более двух десятков раз. И мы не носили авиаудар по их, я так понимаю, месту, где они храдили все свое оружие. Думая, надеясь, что это послужит им уроком. Мои братья, нет нужды говорить, а так и будут продолжаться. Мы не хотим, чтобы это продолжалось. Но позвольте мне сказать вам, что вы не можете обуздать свою плоскую, греховную человеческую природу. Только Бог может сдержать эти вещи, когда Он приходит в нашу жизнь. Плоть нельзя обуздать. Послушайте, вы не можете контролировать сатану. Можете вы его контролировать? Могли ли они контролировать его на небесах? Нет, его нельзя было контролировать, его нужно было изгнать. И когда сатана был изгнан, то на небе восстановился мир. И пока Иисус не придет снова и не изгонит его снова, из этой земли мира здесь не будет никогда. Итак, в США послали два истребителя F-15. Они объявили об этом, не опубликовали это. Они поделились этим видео в качестве сдерживающего фактора для всех остальных. Но нет нужды говорить, что эти атаки будут продолжаться. И снова США будут вынуждены наносить ответные удары снова и снова. Братья мои, вот так выглядит война. Вот что это такое. А тем временем в Газии не стало лучше. Украине не стало лучше. Мы уже глубоко вовлечены в эту войну. Мы вовлечены. Большинство американцев об этом даже не подозревают. И в заключении я скажу следующее. Открытие своей Библии книга Евангелия от Матфея 13 глава. Мы завершим этим. Матфея 13 глава, стих 41. Когда же все это закончится? Обратите внимание, Матфея 13 глава, стих 41 там сказано. И пошлет Сын человеческий ангелов своих и соберет из Царства Его все соблазны и делающие их беззаконие. те, кто отказывается от милосердного приглашения Иисуса. Кто во Христе, все стали новыми творениями. Не отказывайтесь от этого приглашения. Евангелия от Матфея 13 глава, 41 стих нам сказано, что Бог возьмет все эти стихи, все эти враждующие элементы, все дела плоти на этой земле, все эти элементы Он соберет вместе. Послушайте, я не писал Библию. Слава Господу, я не писал стих 42, я не писал его. Я просто прочитаю его. Стих 42 говорит, «И ввергнутый в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Послушайте, все прежнее пройдет. Вот сидящий на престоле говорит, «Я творю все новое». Не будет больше боли, не будет больше страданий, не будет больше смерти. Слава Господу за это. Но как быть с теми, кто хочет удерживать эти вещи? Послушайте, к сожалению, мы либо позволяем Богу творить новые в нашей жизни сейчас, либо не позволяем Ему войти. И что произойдет с враждующими в нашей жизни вещами, плотью, страстями? Наконец, Он распнет их. В той жизни, в которой мы живем, мы теперь живем верой в Сына Божьего. Это новая жизнь. И если у нас есть братья, это, то мы готовы к Царству Божьему. Царство, где живет мир, праведность. Царство, где ничто не оскорбит, грех не воскреснет. Но все те, кто хочет держаться за этот мир и за вещи этого мира, к сожалению, они уже сделали свой выбор. они будут брошены в озеро. Там сказано «Опечь огненную». Послушайте, всякий корень горечи, всякая печаль и причина печали, все, что приводило к угнетению, все, что приводило к раздорам, все, что приводило к разделению, то, что причиняло боли, слезы, все это будет устранено, удалено и очищено. Вот почему в стихе 43-м говорится «Тогда воссияют праведники, тогда будет мир». 43-й стих из 13-й главы Евангелия от Матфея «Тогда праведники воссияют, как солнце». Братья, именно тогда верующие смогут войти в Царство, где ничто не будет оскорблять их. Никаких войн, никаких конфликтов, никаких разделений. Братья и сестры, эра греха, беззакония, мятежа скоро закончится. Слава Господу за это, верно? Скоро все будет закончено. Бог готов положить конец всему этому. Бог раскаялся во времена потопа. Он раскаялся в том, что создал человека, потому что он не исполнил назначение своего существования. И мы снова в этой точке. Мы не выполняем того, зачем Бог создал нас как род человеческий. Мы должны быть продолжением Царства Божьего. Церковь на земле должна быть едина с Церковью на небесах. Итак, братья, в заключение хочу спросить вас, многие ли из вас сегодня осознают, что происходит? Осознаем ли мы? На наших глазах происходят грандиозные события. И когда же мы адвентисты проснемся и поймем, как близко мы находимся, или мы просто слишком заняты? Вы слишком заняты? Вы очень заняты? Или вы слишком расслаблены? послушайте, религиозная свобода, хвала Господу за наших ветеранов, потому что, благодаря им, у нас есть религиозная свобода. Слава Богу, что Дух Господень есть, свобода есть. Религиозная свобода опасно нарушается. Нам предстоит работа. У нас есть весть, которую мы должны передать. и Божий народ должен быть готов. И когда мы будем готовы, тогда мы сможем работать. Невозможно работать, если ты не готов. А если мы не готовы, то как мы вообще сможем завершить работу, которую нам поручил Бог? Но слава Господу, послушайте, у нас есть верные люди. Слава Господу. У нас есть верные работники, да, у нас есть верные служители, да, у мейнстрима. Мы будем плыть против течения, а не по течению. Вот отчего происходит мейнстрим. Мы просто плывем по течению, чтобы ужиться вместе. Нет, есть те, кто плывет против течения, и хвала Господу за тех, кто плывет против течения, кто отказывается довольствоваться нынешним состоянием. Да поможет нам Господь. В заключении хочу сказать следующее. Сатана всегда готов заполнить умы теориями и расчетами, которые отвлекают людей от настоящей истины. У сатаны есть множество искушений, множество вещей, чтобы отвлечь вас от того, к чему призвал нас Бог. Да поможет нам Бог сказать «нет» и не поддаваться на уклонение от священного призвания, которое Он дал нам как народу. Да поможет нам Бог быть верными. Да поможет нам Бог поднять принципы Его Царства, на которых написаны заповеди Божьи и вера Иисуса. Да поможет нам Бог. Да благословит Господь каждого из нас Божьи и Божьи и